Самарец Алексей Гуньков – донор со стажем. Кровь сдаёт уже более 10 лет. Говорит, приятно осознавать, что это помогает спасти чьи-то жизни. Году в 11-м у меня друзья вообще поехали сюда. Я поехал с ними, и у меня кровь не взяли. Я уже не помню причину, правда. Но в итоге я просто с ними прошёл весь путь. Было интересно. И потом просто приехал один. И так начал гладить кровь. Однажды Алексею Гунькову позвонили из Санкт-Петербурга и предложили спасти ещё одну жизнь. На этот раз потребовался его костный мозг. Он на 100% подошёл операбельному пациенту, что большая редкость. Такой шанс, насколько я знаю, один из 10-100 тысяч. То есть, возможно, я больше никогда никому не попаду. База большая. Люди просто ждут, которой нужна донация. Алексей Гуньков героем себя не считает. Уверен, так поступил бы каждый, кому позволяет здоровье. Тут нет какого-то нимба над головой, что я такой святой и хожу, сдаю кровь, там кого-то спасают. Просто, ну, если есть возможность, почему бы и нет. Сегодня на станцию переливания крови Алексей Гуньков пришёл уже в 27-й раз. Было время, наведывался сюда. Чуть ли не каждый месяц. Сейчас реже. Работа. Кроме крови, сдаёт и её компоненты. Тромбоциты и плазму. Донор уверен. Сдать кровь – это как заняться физкультурой. Одна польза для организма. С пробежкой можно сравнить. То есть, есть какое-то чувство небольшой эйфории. Ну, то есть, как пробежался, там, у тебя, ну, в любую зависимость спорта, то есть, поднимает настроение. Так и для меня это то же самое. Отсюда выходишь только с удовольствием. Как после фитнес-клуба то же самое. То есть, ты счастливый, довольный. Первый опыт переливания крови в Самаре случился в военном госпитале в феврале 1926 года. Первая станция заработала в 1933-м. И тогда было всего три постоянных донора. Сейчас их насчитывается около 10 тысяч человек. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.